Ну, ладно. Пусть будет так. Но это настоящая Ёлка. Когда мы смотрели каждый год послание президента, но не потому, что мы его любим, потому что тогда ты точно не пропустишь бой курантов. Мне есть что об этом сказать. Ну, что? Всё, Ко, я смогу. Всем привет! Всем привет! Это Марина, это наш специальный гость Ёлка. А это Никита. И это новый выпуск подкаста Изи Рашин от Изи Лэнгвиджес. Да, это уже третий выпуск. И поскольку сейчас конец декабря, мы решили поговорить про праздники. Да, и важнейший момент, который особенно хорошо чувствуется здесь, в Риге, это то, что большинство европейцев празднует в первую очередь Рождество с 24 на 25 декабря, если я не ошибаюсь. В то время как для нас традиционно главный зимний праздник — это Новый год, то есть 31 декабря, ночь с 31 на 1. Рождество тоже, но православное Рождество празднуют в январе. Я тут готов позанудствовать, потому что нет православного и католического Рождества. Рождество одно и то же. Есть два разных календаря — юлианский и григорианский. Просто из-за разницы в этих календарях, собственно, православная церковь и православные люди празднуют Рождество именно 7 января. Все, занудство закончилось. Слушай, а может быть, ты тогда немножко расскажешь про историю самого праздника, про Новый год? К светскому более-менее пониманию новогодних праздников нас привел Петр Первый, большой инноватор и разносторонняя личность, мягко говоря. Вот. Именно он своим указом повелел всем людям вешать какие-нибудь украшения из веток дерев в этот день обязательно, значит, веселиться. Традиция, насколько я понимаю, сначала не прижилась и потихонечку вернулась в моду уже ближе к 18 веку, когда... вернее, к 19, Уже вернулась ближе к 19 веку, когда это стало таким развлечением для, в общем, элит. Вот. Так Рождество потихонечку удалялось от... как праздник, я имею в виду, от религиозной составляющей больше в светскую. Там был любопытный период, если не ошибаюсь, с 29 по 35 год, когда празднование Рождества было под запретом, ну, в рамках борьбы, борьбы с буржуазными, религиозными течениями. Я ходил на специальную экскурсию от мемориала по, вот, значит, таким немножко жутковатым ёлочным местам, как они это называли, да? Мемориал, небольшое отступление, мемориал — это правозащитная организация российская, которую сейчас в России запретили, признали иноагентом и закрыли, но которая раньше довольно успешно занималась, ну, помогала, помогала политзаключённым. И занималась сохранением памяти о политических репрессиях. И вообще исторической памяти в широком смысле слова тоже. Да, безусловно. Вот, и на этой экскурсии в том числе было рассказано о том, что вот в этот период с 29 по 35 год даже специальные, значит, соглетая, ходили и заглядывали в окна, не дай бог они увидят там, значит, не то что ёлку, а там какую-то свечечку несанкционированную или огонёк. За это можно было получить настоящее наказание. Но вскоре стало понятно, что в атмосфере бесконечного преодоления суровой действительности никто не может существовать, даже, значит, атеистичный советский народ, и праздник было решено вернуть. Но надо же было всё равно отделять его от религии, и поэтому это Новый год, никаких тебе рождеств, никаких религиозных чудес, это, значит, начало новой жизни, так сказать, такое очень устремление в будущее, поэтому можно, можно советскому человеку праздновать Новый год, пятилетку какую-нибудь зарекаться, провести, особенно роскошную. К слову о разделении религиозности и светскости в этом празднике есть же Сент-Николас, да? А есть Дед Мороз. Со снегурочкой. Со снегурочкой, которое на самом деле одно и то же, и поэтому, когда русские люди часто говорят Дед Мороз, который, по идее, в традиции русского Нового года приносит подарки под ёлку, исполняет желания людей, которые пишут ему письма, не всегда понятно, о чём эти люди говорят, хотя на самом деле Дед Мороз и Святой Николай это, по сути, одно и то же. Дед Мороз от Санта-Клауса визуально вроде как отличается тем, что Санта-Клаус в красно-белом наряде, а Дед Мороз вроде как в сине-белом. Вот, наверное, единственное, на что можно ориентироваться. Но олени есть и у того и того. А вот я не уверен, кстати, о олени ли. Ну, может быть. Я тоже не помню. Ну, ладно. Ничего мы не знаем о советских традициях и русских. Ну, о советских, может, не знаем, но о русских знаем, конечно же, потому что все они были так или иначе в нашей семье. Вот. К слову о Деде Морозе. О Деде Морозе. Да, к слову о нём. Я вспомнила, что... Я не просто вспомнила, я сегодня утром созванивалась с мамой специально, чтобы вспомнить какие-то забытые традиции, как мы праздновали Новый год. Потому что лет до, наверное, ну, не знаю, 16, или вроде того, мы каждый Новый год отмечались с семьёй, все вместе, большой такой семьёй, человек на 10-15 точно. Съезжались там две семьи, моя и семья сестры моей мамы, получается, моей тёти. Вот. Мы собирались дома у бабушки и обязательно готовили или большой Наполеон, или большой шоколадный торт, готовили кучу салатов. Бабушка вообще любила очень готовить и делала это много. Сейчас она, к сожалению, делает это чуть меньше. Ну, и мы приезжаем гораздо реже. И Новый год уже вместе не празднуем. Но когда всё это происходило, это был такой большой праздник, и правда, важный водораздел. И я помню, что мы с братом младшим и со старшими двоюродными, братом и сестрой тоже, писали каждый год письмо Деду Морозу в надежде на то, что он исполнит наше желание. Но я не помню, честно говоря, что я в нём писала. Но главное, что я в Деда Мороза очень долго верила. И спасибо моим родителям за то, что они эту веру долго сохраняли. Я помню, что все как бы готовят в обычной домашней одежде салаты, наряжают ёлку. Причём ёлку мы срубали в лесу, что вообще-то не очень законно. И тащили домой. И это была всегда огромная ёлка до потолка практически, гигантская, украшенная игрушками. Вот. Обязательно было тоже традицией вешать на ёлку игрушки, которые принадлежали ещё бабушке или даже прабабушке, прадедушке, чтобы таким образом как-то, ну не знаю, сохранять дух этого праздника, что ли, через века. С особой осторожностью главное вешать на самое какое-нибудь видное место. Я побила просто кучу таких игрушек, но они всё равно почему-то никогда не заканчивались. Хотя там в основном каждый год в коробке становилось всё больше осколков и всё меньше целых шаров, снегурочек, Дедов Морозов и так далее. Ну так вот. Каждый год в какой-то момент, когда салаты все уже готовы, шоколадный торт испечённый стоит на столе. И все, в принципе, остаётся час до полуночи. Детей, ну не то чтобы закрывали, но закрывали дверь, сгоняли в одну комнату, и родители притворяли, что ничего за ней не происходит. Мы думали, что происходит подкладывание подарков под ёлку. Остаётся немного до уже боя курантов, и тут приходит Дед Мороз, которому мы там типа рассказываем стишки, поём песни, вручаем письма, и он из мешка вытаскивает подарочки. А потом уходит. Ну и потом, соответственно, возвращается к нам за стол. Вот. Но в полночь, что бы ни происходило, всё равно под ёлкой лежал мешок, и мы туда залезали все вчетвером, разбирали подарки, брали себе, они все были подписаны, давали всем взрослым, и это всегда было очень-очень радостно и классно. Вот. А ещё одна традиция этого застолья была загадывать желание, конечно же. Я обожаю эту штуку. Я люблю всякие печенья с предсказаниями. Я обожаю сдувать ресничку с правой щеки и загадывать желание, и надеяться, что оно исполнится. Я прям вот я... Я вроде не суеверная, но как бы, ну, немножко. Начинают бить куранты в полночь после послания президента. И у тебя есть примерно минута на то, чтобы написать своё желание на бумажке, поджечь её зажигалкой, сжечь, кинуть в бокал шампанского и выпить. И тогда считается, что твоё желание сбудется. Я делала это очень много. Ну, сначала было не шампанское, там а сок, потом мне можно было шампанское. Но... Потом снова нельзя. Потом снова нельзя. Ух уж эта взрослая жизнь. Но проблема в том, что я не запоминала никакие свои желания, и я до сих пор не могу сказать, исполнилось ли хоть что-то из них. Потому что я их просто не помню. А у тебя было что-нибудь такое? Нет. Вот эта традиция с желаниями абсолютно мимо нас прошла. Ты ещё говорила про какой-то шоколад, кстати. А, да. Ну, ещё вот мне мама рассказала, что сначала было даже не бумажка в шампанском, а ты кидаешь шоколад тоже в напиток, кусочек шоколадки, и если она, эта плиточка, всплывает наверх, тогда желание сбудется. А если нет, то не сбудется. Но я это не помню. Вот. Кстати говоря, я тоже очень люблю загадывать желание. Я не люблю конструкции, в которых оно может не сбыться. Я хотел тезисно пройтись. Во-первых, по новогодним блюдам. О, конечно. По-моему, это очень важно, да, назвать, так сказать, титанов, атлантов, на которых стоит российский новогодний стол, салат оливье. Обязательно. В разных источниках, я посмотрел, народ разделился, конкурирует за второе место среди салатов сельдь под шубой и салат мимоза. А крабовый? Крабовый, конечно, тоже. О, господи, этот чарт не составить. Но он тоже обязательно должен быть. Дальше, что у нас? Заливная рыба. Холодец. И холодец, обязательно. Ну, по крайней мере, холодец точно. Заливная рыба, видимо, стала уже популярнее после знаменитой цитаты из фильма Ирония судьбы. Который, кстати, крутят каждый год в России перед посланием президента. Помнишь вот эту вот икорку на хлебушке белым с маслом? Обязательно. Обязательно на Новый год на столе всегда должна быть красная икра. Даже если у тебя нет денег на неё в течение года, на Новый год ты обязательно её находишь и ставишь на стол. Это важнейшая вещь. Ну, во-первых, добавлю про эти бутербродики. Они, конечно же, делались заранее и выставлялись на стол тоже заранее, как некое... Тоже такое вот обрядовое призывание благосостояния, да? Понятно, что это даже не то, что хвастовство типа, смотрите, гости, я настолько богат, что у меня есть красный экран. Нет, это... Это вот... необходимость вот таким тоже желанием в виде вот самого богатого стола, который сможешь собрать. Ты как бы... как бы ты декларируешь своё желание Вселенной, что в следующем году вот я хочу, чтобы у меня было много вкусной разнообразной еды. Но эти бутербродики ты выставляли заранее, они же такие ещё красненькие, яркие, поэтому к моменту, когда их начинаешь есть, они засыхают. Это ужасно. Я помню эту корочку на икорке, да. Ещё раньше времени это есть нельзя, конечно же, пока всё на стол не выставят. Да. И она ещё прилипает к зубам. Я помню это чувство тоже. В 20-30 ты ничего не можешь не сделать. Но знаешь что? Я обязательно пойду в какой-нибудь русский магазин и поставлю эти бутерброды на стол в этом году. Я не уверен, что тебе нужно идти в русский магазин. На секунду скажешь, что в латвийском магазине икра представлена в изобилии. Собственно, в любом супермаркете даже она есть. Вот это роскошь. Вот так вот, ну да. Но я тогда немножечко ещё упомяну вот эту историю про вот эту вот, значит, про важность в новогоднюю ночь попытаться достать всё самое лучшее не только на стол, но и из одежды и даже из самих себя. То есть вот это одна из главных таких суеверий, что ли, или примет новогодних для россиян. Это вот как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Поэтому надо нарядиться в самую красивую, яркую одежду. Надо обязательно быть в хорошем настроении. Обязательно, хотя не все этому следуют, надо вернуть все долги до Нового года. Да-да. И вот эта вот знаменитая строчка из песни «Помиритесь все, кто в ссоре». Да, то есть до, ну, вот, собственно, до боя курантов, до 12 часов ночи, до наступления Нового года надо было обязательно уладить все застарелые конфликты, чтобы войти в Новый год, значит, с чистым сердцем и совестью. Как проведёшь, как встретишь Новый год, так и проведёшь. Значит, лучшая одежда, лучшее настроение, лучший стол, чего бы это ни стоило. А значит, некоторые дети могли даже получать подзатыльники за то, что они сидят с недостаточно счастливыми мордашками. В моей семье, к счастью, такого не происходило. Я уже думала, ты про себя. Я видел это в гостях. Как бы нельзя быть унылым в Новый год. Давай веселись. И, кстати, не спать ещё предлагается ровно потому, это я, правда, вычитал, как можно дольше, чтобы не был вот как бы скучным и апатичным следующий год. Вот как бы ты, если будешь тусоваться до утра, значит, весь год будешь полон сил. По-моему, не работает. Да, вот я хотела спросить, Никит, а у тебя было когда-нибудь действительно совпадение, что как ты Новый год встретил, так и провёл? Наверное, можно так сказать, потому что я, и сейчас мы вернёмся к твоему рассказу об этом, я-то каждый свой Новый год встречаю с родителями, со своей семьёй. Правда, мой папа умер в прошлом году, и поэтому уже были мои первые новогодние праздники без него, но всё равно я был с мамой, сестрой и другими родными. И получается, что до сих пор эта традиция работала. Ну, то есть, по крайней мере, она воспроизводилась. Как я встречал Новый год с родными, так я его и встречал. Вот это будет, наверное, первый Новый год, который я встречу не с родными. Но в уходящем году многое дало сбой. Неудивительно, что и традиции новогодние затрещали и не выдержали. Для меня это всегда был семейный праздник, обязательно. Иногда я мог встретить Новый год с родителями, посидеть с ними часа два, а потом поехать дальше, например, навестить своих друзей или пойти куда-то погулять. Но для меня это было важнейшее всегда. Новогодняя ночь, куранты, шампанское, оливье, всё это именно с семьёй, вот семьёй, которая помогала по всей видимости, что было для меня очень важно, сохранять мне детское ощущение праздника. Я ещё тогда расскажу о том, что было важно для меня в новогодних праздниках в самом детстве, потому что чаще всего мы ездили в гости к кому-нибудь из родительских друзей, у кого были особенно большие квартиры, а такие были, потому что они собирали тусовки человек на 30-40-50. Это были всегда очень высоколобые тусовки, это были учёные, биологи, врачи, журналисты, писатели, поэты, художники. Такая богема. Да, богема, ну как, ну богема по-советски, конечно, да, богема по-советски, то есть то, что называется бедненько, но чистенько, но зато очень искренне весело. Это были потрясающие разговоры вот этих старших, в которых, ну, наверное, половину слов было непонятно, естественно, но всё равно ты прямо ребёнком мучишься тому, ну как люди просто разговаривают, да, как они интонируют, как смотрят друг на друга, как они там не перебивают друг друга тёплым, обволакивающим интонациями, не знаю, я очень многое там впитал, не говоря уж о том, что там я впервые попробовал жвачку и увидел VHS-видеомагнитофон на одном из таких новогодних праздников. Что-то увидел видеомагнитофон? VHS-видеомагнитофон. А VHS? Я просто уточняю на всякий случай, а то мало ли что поднимается под видеомагнитофоном теперь. В общем, это был... Ты правильно уточнил, потому что я не сразу поняла. Да, это был мир чудес, и, конечно, для меня очень важным осталось ощущение того, что я маленький. И мне кажется, что для меня новогодние праздники это до сих пор такой легальный период времени и метод разрешить себе немножко побыть ребёнком. Вот в данный конкретный момент выключить всё, так сказать, все заботы, все переживания, всю взрослость, всю тяготу жизни и почувствовать себя ребёнком. Я тебя в этом очень понимаю. На самом деле, давно хотела отметить Новый год с семьёй, потому что так вышло, что вот лет с восемнадцати, наверное, или с девятнадцати. Я каждый Новый год отмечала или за границей, или в другом городе и старалась не оставаться в Москве. Но вот сейчас тебя послушала и вспомнила, как на самом деле мне тоже не хватает этого детского ощущения. И да, жаль, что в этом году такого тоже не случится, но зато я впервые отмечу Новый год в большой, ну, в какой-то компании друзей. Вот. А как было до этого? Как было? С восемнадцати и по сей момент не будем уточнять. Двадцати шести. Да, двадцати шести. Как было? Как было? Ну, мы каждый год с Ильёй куда-то уезжали. Или старались это сделать. Несколько раз мы праздновали в Питере с друзьями. Несколько... Ну, в основном мы отмечали его вдвоём, просто в разных странах. Я помню, что самые, наверное, вот самых два запоминающихся Новых годов были в Бангкоке, просто потому что контраст смешной. Вот. Ну, просто в Бангкоке было очень прикольно, интересно, и мы ходили там по барам, и все так радовались, когда было ровно двенадцать. А второй раз был забавный, это было, по-моему, два года назад, что ли. Мы отмечали Новый год с друзьями в Анталии, забравшись в пустой бассейн. Был ковид, локдаун, нельзя было идти на пляж, как мы хотели, потому что там были полицейские, которые не пускали людей вообще пересекать улицу до пляжа. Ничего нет, пустота, темнота, и мы такие, ну, давайте купим шампанского, а вот там еще бассейн пустой. Мы включили техно и устроили рейв на шесть человек в пустом бассейне. Это было весело. Какая красота. Ну, наверное, я вспоминаю только из удивительного историю, как друзья моей подруги, потому что я, как всегда, праздновал Новый год с родителями. Это была такая тусовка актеров театральных и кино, актеров молодых, которые собрались в загородном доме, чтобы отметить Новый год. И вот моя подруга, она опаздывала на эту вечеринку. Они ехали вместе с ее приятелем на машине, где-то что-то там застряли и, в общем, не рассчитали, и 12 часов ночи наступило в дороге, они еще не доехали. Они вышли из машины, значит, открыли бутылку шампанского, подруга, которая не была за рулем, глотнула шампанского, друг не глотнул, они постояли, вздохнули и поехали дальше. Еще, наверное, часа полтора или два добирались до этого загородного домика, где была вечеринка. Так вот, эти чудесные друзья, актерская татусовка очень трогательно поступила. Они, значит, вот по методу вербатима запомнили все в точности, что происходило, включая обращение президента в телевизоре. Значит, достали коробку картонную, вырезали, значит, там дырку, нарисовали, нарисованный телевизор. И они начали буквально играть, как актеры, самих себя за, там, пять минут до Нового года, когда ребята зашли. То есть все, то есть они как бы перемотали время. Они такие, скорее к столу, там, вот-вот начнется, значит, президент слово в слово. Они же умеют, актеры, они вот это вот очень хорошо, у них хорошая память. Все, включая, так сказать, кто что сказал, кто как, кто как оступился, я не знаю, или чихнул, они все это абсолютно воспроизвели, что было страшно смешно, потому что это чувствуется, да, чувствуется странная вязкость, вот, неестественности поведения, когда, когда разыгрывается сцена таких масштабов. Тем не менее, они это все воспроизвели от начала до конца в точности, до деталей, и таким образом ребята смогли вместе с ними встретить Новый год, выпить и там хлопнуть хлопушками. Как вы отмечали Рождество? Рождество у нас был традиционный праздник, когда мы ехали к бабушке, к папиной маме. Она тоже обожала собирать огромные компании. Я, кстати, о, я могу даже прихвастнуть, хотя я не уверен, что сегодня это будет выглядеть как хвастовство, но тем не менее, однажды на таком Рождестве я сидел на коленках у Сергея Михалкова. Ой, это скорее сейчас не надо этим хвастаться. Да, скорее не похвалба, да, да, не похвала, не... Ну ладно, но тем не менее, что было, то было. У меня даже книжечка дяди Стёпа есть подписана, и я понятия не имел, кто это, и, в общем, мне никак это в голове не сходилось. Не кричал, пожалуйста, сними меня с коленей. Нет, я должен был потом просто задним числом как-то жить с этими воспоминаниями. Но зато в тот же вечер, кстати, продолжая история про мое открытие, я впервые увидел сифон. Я помню, что это. Да, да, это вот такое устройство, которое газировало воду. Ты так на меня посмотрел, типа, ты не знаешь, что есть сифон? Вдруг ты не знаешь, что есть сифон. Действительно, ну мало ли. Да-да, вот этот вот, он ещё в таком, с какой странной плетённой штуке, этот баллон, там маленькие баллончики, вода, оттуда раз, и газировка, о чудо, из чудес. Ну, до сих пор не знаю, как он работает. Ну, не будем сейчас это обсуждать, правда, потому что я тоже, наверное, нажимать. Ну, в общем, 7 января, это праздник, когда мы ехали к бабушке, и там были огромные тоже вот эти тусовки, больше уже про нашу семью, чем про коллег, или там друзей из общего культурного поля. Здесь всё-таки были родственники с большими своими семьями, с детьми, и как раз мне запомнился один такой вечер, когда я был подростком, в общем уже был таким ершистым и непредсказуемым. Я всё время опаздывал. Не надо сказать, что я до сих пор это делаю вообще-то, но масштабы снизились. А это был период, когда я бесконечно всюду сильно опаздывал. И я помню, что я захожу, открыта дверь входная, ну, вот так и оставляли, и сейчас, наверное, оставляют, когда ждут гостей, даже не закрывают дверь. Я тихонечко прокрадываюсь, вижу этот огромный стол. Меня видят некоторые гости, которые сидят ко мне лицом, но бабушка стоит спиной, поднимает какой-то тост, и моя двоюродная сестра Ира видит, что я зашёл, и она говорит, так, ба, ты всё же думаешь, что Никита так и не доедет? И бабушка так горько говорит, да не доедет он. Такой же он всё-таки необязательный. Да я вообще ничего от него не жду. Я вижу, что у Ирки и у остальных, кто меня видит, уже ползут лица, потому что она хотела просто пошутить, ну, что бабушка скажет, ну, наверное, не доедет. Я скажу, ага, вот и я. Но бабушка зарядила минут на пять. Такая история там. Какое я ничтожество прости, господи, что это было, конечно, очень смешно и грустно одновременно. Ты не ушёл? Нет, конечно. Да нет, она, конечно же, она не называла меня ничтожеством. Это я для красного словца сказал, прости, бабушка. Конечно, она говорила о своей боли и своей печали. Бабушка психотерапевтически была безупречна. Она не характеризовала меня, она говорила о своих чувствах через я-сообщение. Но всё равно это было очень и очень печально. Нам всем надо поучиться у твоей бабушки. Да. Но это было совершенно прекрасно. Всё равно ты врываешься с холоду, с мороза, как в обломове, да, в эту тёплую компанию. Да, этот вот запах салатов и ёлки стоит, потому что, конечно же, даже детства никто ёлку не убирал. Это, так сказать, в некотором смысле дублировало, да, новогодний праздник, за исключением того, что всё-таки вот моя бабушка, она ходила в церковь, например, и призывала всех желающих к ней присоединиться, поэтому я несколько раз тоже ходил. Но в целом, конечно, Рождество... Ой, господи, ещё же старый Новый год. Сколько праздников. В целом, Рождество повторяло традиции новогоднего праздника. Но это был как бы дубль праздник, как раз, например, чтобы побывать с теми, с кем не смог побывать вот в первый праздник. Ну да, кстати, мы тоже так разделяли. А ещё, знаешь, у меня на Рождество были гадания и калятки. Это тоже я очень любила. Давай. Бабушка, бабушка, это же бабушка, конечно же, готовила кутью. Это такая рисовая каша с орехами, с изюмом сладкой, со всем таким. И мы её все собирались, ели, а потом шли к родственникам и читали им всякие стишки, за что они должны были давать нам денег или конфет или чего-нибудь такого. В основном денег. Это была очень приятная часть праздника. Да, очень удобно. Примерно как на Хэллоуин, только в деньги вместо конфет. Пойдём калядовать в этом году, я думаю. Я думаю, нам надо, Никита, идти калядовать. Это похоже вот как на Хэллоуин, но только тут не пугаешь, а радуешь вроде как. Типа того. Калядки — это такие четверостишья простые. Это примерно как в католичестве, наверное, можно так сказать, есть... Как называются эти песнопения? Ну, точнее, рождественские песнопения, да. Рождественские песни, вот. И в православной традиции празднования Рождества есть то же самое, только она чуть больше, наверное, близка к язычеству, и там это называется калядками. По смыслю, они похожи. Ну ладно. Мама мне сегодня рассказала, что она делала предсказания всем на следующий год, лепила там из пластилина или вырезала из картона игрушки, приклеила к ним с другой стороны предсказания на будущий год, вешала это всё на ёлку, и люди подходили, их срывали, как бы смотрели, что их ждёт. Но самое прикольное я вспомнила, это когда она раскладывала эти предсказания с золотыми рыбками, типа картон или что-то в форме золотых рыбок, и под ними предсказания, и к ним прикреплена скрепка. Подходит человек, она даёт ему удочку, и он должен этой удочкой подцепить свою рыбку, и таким образом узнает, что его ждёт в следующем году. Мне кажется, это очень мило на самом деле. Да, это очень классно, правда. Я хотел вот объяснить, если можно, вот эту историю, которая была уже упомянута, преданного сидения перед телевизором к 12 часам и просмотра обращения президента. Да, это обязательная всегда часть. Обязательная часть, при том, что отношение к этому может быть совершенно разным. Не надо думать, что, значит, все россияне льнут к телевизору в полном восторге, трепете и благоговении перед, например, президентом Путиным нынче. Можно сидеть и точно так же смотреть, что ещё этот человек ужасного скажет. Да, как бы можно смотреть на него с большим скепсисом и осуждением, но смотреть всё равно будут. Это вот важнейшая традиция. Я, кстати, тут как раз перечитывал немножко историю и вспомнил, что, значит, однажды было два новогодних обращения, когда Ельцин сказал, да, ту фразу, которую, как мы знаем, он не говорил, но её принято цитировать, как «я устал, я ухожу». Это было в полдень, а уже в полночь к нам обращался исполняющий обязанности президента России Владимир Путин в 99-м, если не ошибаюсь, году. Это, значит, уже 22 года. Почти 23 года. Это человеку власти, на секундочку. Кто же тогда знал, что так будет? А ещё, по-моему, в 91-м году вместо президента россиян поздравлял стендап-комик советского времени Михаил Задорнов. Да, он же Михаил. Господи, я... Серьёзно? Я, к сожалению, не помню, как зовут Задорнова. По-моему, Михаил. По-моему, Михаил, да. В общем, очень популярный стендап-комик в Советском Союзе Задорнов поздравлял россиян вместо президента. В общем, Никита, как ты считаешь, война сейчас идёт почти год. Этично ли вообще что-то праздновать? Я, конечно же, считаю этично. Но, во-первых, мы можем обратиться к украинцам, которые, как бы, очевидно, главные пострадавшие от всего происходящего люди. И вот они, несмотря на все эти обстрелы, на чудовищный энергетический кризис, они всё равно зажигают ёлку, как могут, да, главную ёлку в Киеве. И люди будут зажигать эти ёлки совершенно точно на Рождество и на Новый год. Это же немножко возвращает нас и к советской истории. Видишь, даже репрессивная машина Советского Союза, да, не смогла запретить людям праздновать. Она просто попыталась обхитрить людей немножечко, так сказать, подменить понятие, но ёлки и празднование пришлось всё равно вернуть. Мне кажется, что это такая же история, но мы знаем, что очень часто, несмотря, вот соседствуя с войнами, да, когда гибнут люди и происходят всякие ужасы, но происходит всплеск рождаемости. Люди умирают, а рождаться людей больше получается, потому что всё, чем можно отвечать смерти и ужасу, это жизнью, то есть радостью и любовью. Ну, я скорее про другое, наверное, спрашивала, скорее про нас с тобой, вот, насколько мы вообще, ну, не то, чтобы имеем право, но насколько это нормально. Ну, это странно, но отказывать себе в радости, чтобы что? Ну, да. Самое главное, что куча народу, которые, например, поддерживают эту войну, будут праздновать и веселиться. Конечно. Куча народу будет совершенно прекрасно праздновать, и куча народу, которые не поддерживают эту войну, тоже будут праздновать. В том числе, надеюсь, мы с тобой. В том числе, надеюсь, мы с тобой, потому что это история про другое, это история про торжество жизни и радости. Мне кажется, что если отказывать себе в празднике, это, ну, как бы, ну, это умерщвлять себя, да, и будущее тоже. Тогда не останется никаких сил на то, чтобы потом делать что-то доброе и хорошее. Ну, да, конечно. Предлагаю на этом закончить наш выпуск. У меня столько историй ещё было. Ладно, я сделал и вторую версию. Отдельную. Ха-ха-ха. Итак, дорогие слушатели и зрители, всё-таки, несмотря на все, на все эти очень страшные и сложные события, давайте попробуем порадоваться. И я вот искренне желаю вам весёлого Рождества, которое уже пройдёт к этому времени, по крайней мере, Рождество по одному из календарей. Счастливого Нового Года и ещё одного весёлого Рождества, которое будет 7 января. Давайте попробуем действительно любовью и светом отвечать тьме. А я вам желаю быть добрее друг к другу, внимательнее к себе и, кстати, просто вот отстать от себя в следующем году и дать себе жить так, как хочется. Господи, это идеальное пожелание. Знаю, что тебе пожелать на Новый год, Никита. Спасибо. Я прожую его вместе с бокалом шампанского. Я, наверное, кстати, сделаю точно так же. Да, и, конечно, не забывайте про ваши традиции, а ещё не забывайте нам про них писать и рассказывать. Мы читаем ваш фидбэк, и нам очень приятно то, что вы нам пишете, и очень важно. Из-за этого каждый раз подкаст хочется записывать ещё больше, потому что мы знаем, что вы его слушаете, и он вам полезен. Приходите на сайт нашего подкаста easyrussian.fm и оставляйте нам там свои удивительные истории. Ну что, увидимся в Новом году? Увидимся. Всем пока. Пока.